Главное даже не то, что люди будут заражаться, а главное то, что Путин велел. Государство и правительство велело толпами не собираться. Там же за ними, значит, висел транспарант с надписью «Крым наш». В общем, такие чисто религиозные, библейские сюжеты, мы понимаем. Где изображаются всякие голые грешники, мужчины и женщины, которых этими вилками-ножами протыкают черти. Черти там такие черные, такие веселые ребята, панки беснуются. Впервые, во всяком случае, в новейшей истории человечества эта пандемия показала с максимальной наглядностью «То, что Боженька не спасает, вера не предохраняет». Салют, друзья! Ну, наверное, этот сюжет у нас будет проводить старец Артемий, поскольку касается он Русской Православной Церкви. Ну, а под конец мы заглянем и в церкви иных религий, вероисповеданий. Происходят сейчас всяческие события, связанные с РПЦ и драматического, и даже трагического, ну, в том числе и анекдотического фарсового свойства. Трагические события связаны, естественно, с эпидемией, с коронавирусом. И тут надо сказать, что церковь пострадала от этого самого вируса весьма и весьма основательно. То есть заразилось огромное количество священнослужителей, монахов, монашек, несколько довольно крупных иерархов, в том числе и епископы, и настоятели крупнейших соборов. Они даже отошли в мир иной. И во многом это связано все еще и с тем, что в связи с коронавирусом в РПЦ произошел определенный раскол. То есть в общем и целом, наверное, я не могу сказать, что я прекрасно знаком с ситуацией из кухни вообще всей этой Русской Православной Церкви, Московским Патриархатом. Но могу тебе легко представить, что публика там служит не одинаковая. То есть не представляет собой этот самый РПЦ, какой-то твердый, такой скрепленный монолит. Есть, и это наверняка огромное большинство, такие там простые ребята, которые стали попами в первую очередь из соображений карьерных, из соображений материальных и так далее. Церковь сейчас в Российской Федерации занимает, я бы сказал, явно привилегированное положение. И зарабатывают они прекрасно, и пользуются определенной безнаказанностью. И опять же, вот этот самый авторитет, пиетет в их отношении поддерживается на высоком уровне. Соответственно, это привлекает всяческих людей, не хочу сказать плохих обязательно. Нет, скажем так, простых людей, которых, в общем-то, ну вот, есть такая профессия делать вид, что в Бога веришь и в церкви служить. Вот так вот. То есть такие профессионалы, нормальные прагматики. К их числу явно принадлежит и патриарх Кирилл, что, в общем-то, на мой взгляд, вполне неплохо. Вторая часть, и это наверняка меньшинство, это фанатики. Это на самом деле такие православные фундаменталисты, которые, по всей видимости, истово верят в Бога, которые могут быть, на самом деле, благороднейшими людьми, нестяжателями, истовыми такими страстными проповедниками и так далее. Но при этом люди, в общем-то, ну, скажем так, из Средневековья, как и всякие религиозные фанатики. Ну, и когда случился коронавирус, то между прагматиками и фанатиками, естественно, возник раскол. То есть прагматики сказали, что надо храмы закрывать и не надо там вести службы, потому что люди будут заражаться. А главное даже не то, что люди будут заражаться, а главное то, что Путин велел, государство и правительство велело толпами не собираться, ну, в общем-то, по понятным и вполне уважительным причинам. Что до фанатиков, то, естественно, их ответ на это был такой, что вера, вера спасет от всякого вируса, и люди, которые истово верят в Бога, вот, никакая зараза их ни за что не возьмет, и давайте-ка, значит, братья и сестры, к нам в храмы, помолимся там за то, чтобы и зашел к черту, значит, этот коронавирус, вот, и вообще, значит, давайте, братья православные, на это дело наплюем, потому что вера важнее, и Бог нас спасет. Ну, естественно, естественно, что, ну, точнее, для кого-то естественно, а для кого-то нет, для меня естественно, что все эти проповеди были крайне опасны и привели к тому, что заразилось огромное количество людей, которые, если бы не присутствовали на этих самых службах, крестных ходах и так далее, в общем-то, были бы здоровы и живы. Ну, особенно в этом смысле, скажем, прославился какой-то чувак, кстати, мой ровесник 55-го года рождения, помню, я обратил внимание, из Екатеринбурга, отец Сергий, настоятель женского монастыря по фамилии Романов, духовник депутата Натальи Поклонской, который, ну, естественно, сказал, что вот никакого этого вируса нет, и что вера сильнее, и будь вообще прокляты те, кто запрещает людям приходить в храмы, ну, в общем, вся вот эта вот такая вот фанатичная фундаменталистская демагогия в его речах просто присутствовала самым ярчайшим образом, за что, собственно говоря, патриарх Кирилл и высшее церковное начальство, я так понимаю, его вообще отстранили или от должности, ну, или, по крайней мере, от того, чтобы он выступал перед пастрой и пробоведи читал. Ну, вот Романов этот еще жив, а другой крупный церковный видитель, уже московский Александр Агейкин, настоятель Елоховского собора в Москве, он, к сожалению, скончался. Чтобы вы поняли, кто не в Москве живет, Елоховский собор, вот пока не возвели этот жуткий новострой под названием Храм Христа Спасителя, Елоховская церковь была главной, главной православной церквью в Москве. В районе метро Бауманское такой роскошный собор, я так думаю, 18 века постройки, ну и, собственно говоря, вот начальник этого самого собора скончался. Тут выступил Андрей Кураев, известный наш такой православный прогрессист, публицист, суть по всему, я с ним лично не знаком, но, суть по всему, интересный и умный человек, и он как-то вот прошелся по этому самому бедному, скончавшемуся Агейкину, после чего был, ну, не то чтобы отлучен от церкви, слава богу, пока нет, но, в общем, был лишен, я так понимаю, из Сана и был изгнан из своего прихода. Тоже возникли тут всяческие дискуссии на эту тему, хорошо это или нет, но в основном, в основном, как я заметил, люди говорили, что все-таки не стоило Андрею Кураеву так жестко отзываться о новопредставившемся, о Гейкине. В общем, страсти кипят, вроде бы, вроде бы прагматичная линия в России, по крайней мере, взяла и верх, но этого не скажешь о Беларуси. В Беларуси там все эти моления, службы, ходы и так далее продолжаются в полном объеме. И, собственно говоря, возможно, это одна из причин того, что Беларуси, в которой наличие коронавируса лидером республики вообще долгое время отрицалось, так вот сейчас Беларуси вообще вышла в главные поставщики этих самых инфицированных коронавирусом в Европе. И даже такая сомнительная организация, как ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, как-то так очень недовольно высказалась по поводу того, что Беларусь стала главнейшим очагом этой самой эпидемии. Но в России вроде бы сейчас все успокоилось, и слава богу, что это так. Ну и на фоне этой реальной драмы разворачивался еще и фарс. Фарс, касающийся строительства и предстоящего в скором времени открытия главного храма вооруженных сил или Министерства обороны Российской Федерации. Это в подмосковной Кубинке в парке Патриот. Но, ребята, я посмотрел на фотографии этого храма, ничего более чудовищного в плане, ну, скажем так, сакральной архитектуры я не видел. Церковь, ну, во-первых, естественно, гигантская, почти такая же, как храм Христа Спасителя, во-вторых, просто невероятного уродства, и, в-третьих, жуткого цвета. То есть, как вы прекрасно знаете, православные храмы, они, как правило, белые. Бывают православные храмы красного цвета. Есть такие, да. Скажем, ну, или крашеные в красный цвет, или просто кирпичные. Изредка бывают православные храмы голубого цвета. Вот, скажем, моя любимая Петропавловская церковь в Ярославле на Перекопе, она голубая, такого небесно-голубого цвета. Потрясающе. Это церковь защитного цвета. То есть, ну, можно сказать, цвета хаки. Помните, был когда-то группы Наутилус Помпилиус Шар цвета хаки? А тут церковь цвета хаки. Значит, я скажу вам честно, я страдаю легким дельтонизмом. То есть, у меня есть некоторые проблемы вот с той частью гаммы, там, где зеленая, коричневая, красноватая и так далее. Но по мне это даже не цвет хаки, а цвет каки. То есть, цвет говна. В общем, вот и внешнее, и внутреннее убранство этого храма это вот говно с позолотой. И это жуткое, жуткое совершенно сочетание. С одной стороны, вот эта олиповатая архитектура, с другой стороны, это тошнотворная, совершенно цветовая гамма. В общем, мрачнейшее, мрачнейшее получилось сооружение. Но это еще полбеды. Дело в том, что там, значит, развернулись художнички с мозаиками. То есть, все внутренние стены, своды этого храма, они покрыты мозаиками. Ну, мозаики там, разумеется, имеются всяческие канонические, со спасителем, с Богородицей, с библейскими сюжетами, старый и новый завет. Но там имеются и такие новодельные сюжетики тоже. Ну, и вот тут вот пошел, конечно, скандал. То есть, просочились картинки некоторых, значит, мозаик из внутренности этого храма вооруженных сил. На одной мозаике изображены Путин, министр обороны Шойгу, Валентина Матвиенко, глава, значит, Совета Федерации, еще там какие-то люди. Причем интересно, скажем, что патриарха Кирилла среди них почему-то не было. Зато был Путин и министр обороны Шойгу. Ну, естественно, это вызвало серьезные вопросы. А как это и с какой стати? Да, там же за ними, значит, висел транспарант с надписью «Крым наш». В общем, такие чисто религиозные такие библейские сюжеты. Ну, мы понимаем, да. Это как бы новая такая религия. То есть такая... То есть есть христианство, магометанство, а тут такое путианство, да. религия путянства и там как раз «Крым наш» и вот все эти Шойгу, Матвиенко и прочее. А в другом месте, опять же, мозаика с изображением Парада Победы вроде бы там изображены все возможные маршалы Советского Союза и Иосиф Виссарионович Сталин. Надо всем этим гордо реет. Вот я только не понял, был то ли в 3D, то есть сам по себе как живой значит великий кормчий, то ли на каком-то плакате. Но Сталин там есть определенно значит Иосиф Виссарионович. Но я на самом деле над этим делом посмеялся. Потому что ну я в храмах часто бывал и росписи видел. Надо сказать, что во всех православных храмах там имеются очень разные сюжеты. В том числе там имеется и сюжет посвященный Аду. Сошествие во Ад. Где изображаются всякие голые грешники мужчины и женщины которых этими вилками ножами протыкают черти. Черти там такие черные такие веселые ребята панки беснуются. И в общем-то это повсюду есть значит ну в напоминание грешникам о том что их гадов ждет если они себя будут плохо вести. И в принципе вот для вот этой адской стены да которая в каждом храме есть вот и Сталин и Путин и Шойгу с Матвиенко они бы все туда как раз уместились бы очень и очень хорошо. но в общем-то народ возомутился народ в отличие от меня спокойного агностика народ к этому отнесся достаточно истово но понятное дело как можно в храме значит изображать неканонизированного Путина и грешницу Матвиенко Уж остальные это чего говорить остальные по приказу которого были уничтожены десятки тысяч если не сотни тысяч священнослужителей а также людей которых расстреливали именно за их истовую христианскую да и прочую кстати тоже веру так что народ возмутился и как-то ни странно это возмущение в общем-то оно подействовало то есть мозаику с Путиным Матвиенко и так далее соскребли сославшись при этом кстати на самого Путина потому что когда Путину задали вопрос а вот как вы относитесь к тому что вы теперь значит в храме в мозаике увековечены он сказал ну так скромненько сказал что еще рановато все-таки давать оценку нашей деятельности это пусть лучше потомки сделают и так далее ну конечно можно было и не воспринимать эти слова как руководство к действию но к счастью восприняли так что Путяру соскребли Сталина пока что не соскребают и насколько я понимаю идет сейчас в церковных верхах московской патриархии дискуссия на эту тему с одной стороны высказался Владимир Легой да он такой известный богослов и как бы ну что-то вроде пресс-аташе РПЦ он сказал что по его мнению Сталину не место в росписи храма с другой стороны некто Леонид извините Калинин который как бы худрук вот этой самой росписи он сказал что он за то чтобы Сталин был что типа что это историческая личность и так далее но конечно Калинину тут можно возразить что бывают самые разные исторические личности и далеко не все они своей историей заслужили то чтобы быть изображенными на храмовой росписи вот но в общем дискуссия дискуссия по поводу этого самого храма вооруженных сил продолжается ну и в заключении этого нашего религиозного сюжета я хотел бы поговорить о такой общей глобальной проблеме дело в том что ну известно что вот эта странная эпидемия этого странного вируса она в общем-то по всей видимости в довольно значительной степени мир перелопатит и какие-то вещи уйдут какие-то вещи наоборот возникнут что-то усилится что-то ослабнет в общем мир станет немножко другим и как мне представляется одной из самых пострадавших областей будет как раз религия почему потому что впервые впервые во всяком случае в новейшей истории человечества эта пандемия показала с максимальной наглядностью то что боженька не спасает вера не предохраняет от этого пострадали все от этого пострадали христиане причем заметьте в основном в таких очень набожных странах как католические скажем Италия и Испания как очень набожная лютеранская Америка это же касается и мусульман скажем в Иране в первую очередь и в Турции это же касается да это же касается и православных в том числе Бог не спасает вера не предохраняет а уж организованная религия тем более то есть она не то что не помогает она против стала она одним из очагов источников этой самой смертоносной заразы да кстати ортодоксальные евреи тоже испытали это на себя в полной мере и в Израиле где они составили едва ли не большую часть зараженных и скажем в Нью-Йоркском Бруклине где тоже пандемия прошлась именно по еврейским вот этим религиозным общинам потому что они продолжали значит отмечать свои праздники собираться в синагоги и так далее будучи твердо убежденными в том что вера их спасет вот оказывается нифига и это как мне представляется в общем-то конечно будет иметь последствия и для религии вообще и для организованной церкви в частности на многие годы и десятилетия вперед для России ну для России это тоже серьезный урок потому что как известно по тратам на вооружение Россия стоит на четвертом месте в мире по тратам на сооружение культовая Россия я думаю тоже стоит на одном из первых мест в мире постоянно идет какая-то похвальба что вот у нас построено там 100 храмов 200 тысяч храмов и так далее по здравоохранению Россия находится на 124 месте в мире по расходам на здравоохранение на душу населения я думаю что любой нормальный человек и патриот страны человек которому дороги жизни людей этой страны он конечно должен понять что вот если бы у нас не строились бы эти тысячи храмов а хотя бы не закрывались бы сотнями больниц и поликлиники так как это происходило в России последние 20-30 лет под знаменем некой оптимизации вот и ситуация с эпидемией тоже была бы намного лучше я очень надеюсь что эти выводы будут сделаны как на личном индивидуальном уровне у каждого человека который еще раз дважды подумает прежде чем пойти в церковь за помощью так и на государственном уровне когда будет решаться вопрос о том на что тратить деньги на больнице или на часовне это был старец Артемий счастливо будьте здоровы вы смотрите АРУ ТВ